Ну, например, делать что-то известным, когда другой не хочет об этом знать. Ну, бывало жестоко. Вот ли что-то рассказываете человеку, а он не хочет знать, а ему может даже неудобно сказать, что он знать об этом не хочет, и не надо бы ему об этом рассказывать, как бы, да, ты ему рассказываешь, и не считываешь с его табло, что как бы он не очень-то хотел бы об этом всем знать. Второй вариант насилие – это узнавать, когда другой не хочет делать это известным. Вот я у него что-то спрашиваю, как бы, да, а он не хочет мне рассказывать. Третье – это скрывать, когда другой хочет узнать. Вот он хочет что-то узнать, хочет что-то узнать, спрашивает тебя, а ты ему не рассказываешь. Это же тоже, на самом деле, да, если вот касаться темы, например, отвержения. Вот ты, например, на какой-то иллюзии зашел в какие-то отношения, считаешь, что у вас близкие отношения, а близкие отношения, наверное, это когда мы ничего друг от друга не скрываем, да? Да, так же? Бывает такое вот интересно или нет? Если по-честному, то, конечно, нет. Где-то, местами там, да, что-то я там придерживаю, потому что, ну, всему есть какой-то свой контекст. Понятно, что, наверное, по мере развития близости, да, ну, там сдержек становится меньше и меньше, но мне нужно сначала проверить. Сначала на тестовом образце проверить, насколько он в ужас не придет хотя бы из того, что я готов рассказать. А потом уже как бы жесть какую-то вываливать, то есть сразу жесть заходить не стоит. Поэтому, ну, все равно теперь периодически может случаться такая штука, да, когда другой что-то хочет узнать, а я это как-то вот придерживаю, скрываю, я понимаю, что, блин, ну, это вот что-то на грани отвержения такого, да, что я вот как бы поинтересовался, а он такой, типа, нет. Вот. Ну и, соответственно, четвертый вид – это не знать, когда другой хочет сделать это известным. Ну, это как бы то же самое, что я первый говорил, только в воротную сторону. Вот он там что-то тебе рассказывает, и ты такой думаешь, вот зачем мне об этом знать? Он не знал бы, было бы хорошо, как бы, да, я, собственно, не спрашивал. И, как вы понимаете, тут довольно тонкая всегда граница, да, вот делать известным, когда другой не хочет знать, узнавать, когда другой не хочет сделать это известным, скрывать, когда другой хочет узнать, и не знать, когда другой хочет сделать это известным. Очень тонкая грань, где там у вас эта граница остановится, да, и насколько близким будет тот или иной человек. Вообще говоря, конечно.